Всем привет дорогие друзья, с вами канал Игрополка и сегодня мы с вами познакомимся с настольной игрой Мастера Пламени. Я снимаю распаковки игр не столько с целью показать вам что находится внутри коробочки, это можно сделать прочитав содержание, сколько с целью полюбоваться красотой игровых компонентов, показать вам поближе в крупных планах красоту настольного мира. И сегодня действительно есть на что любоваться, нас ждет очень много милоты. В игре Мастера Пламени мы возьмем на себя роли хранителей огня, пытающихся преуспеть в искусстве общения с удивительными драконами. Мы будем находить для драконов дома и применять особые чары, которые вдохновляют дракончиков на создание дивных предметов. По механикам это игра на выставление рабочих и создание своего движка. В ходе партии мы будем выставлять драконов в лавке, получать товары и очки репутации за различные действия и за активацию драконов и наша цель набрать как можно больше очков репутации, чтобы получить титул мастера огненного ремесла. Обратите внимание, здесь есть надпись «Коллекционное издание». Оно включает в себя не просто жетоны, например, товаров и фишки драконов, а фигурки драконов и аутентичные, скажем так, жетончики товаров. По традиции первыми нас встречают правила игры. Правила игры не сложные и написаны достаточно хорошо с большим количеством примеров. Будут понятны после первого же прочтения, и обратите внимание вот на данную картиночку. Именно в таком духе и выполнена вся игра. Милота! Супер! Честно, я просто не ожидал увидеть именно это. Мне сразу же, я думал, сейчас здесь будут лежать картонные панчборды. Сначала будет игровое поле, потом... Ну, жетоны-то они... У нас коллекционные издания, поэтому жетоны в виде деревянных фишек. Ну, как минимум, я ожидал игровое поле увидеть. Но нет. Посмотрите, какая потрясающая красота! Неофреновое игровое поле. Дальше в гранайзере у нас находятся карты. Карты. Давайте их вытащим. Отдельно вот так карты. Мешочек и наши дракончики. Мы их обязательно посмотрим. Некоторые фишечки вывалились. И дракончики здесь есть как в виде фигурок, так и в виде деревянных фишек. Давайте их тоже достанем. И обратите внимание... Ох, какая тяжесть! Золотые, одна серебряная. Это все-все мы обязательно поближе рассмотрим. И золотые монеты. Они металлические, и они действительно тяжелые. Их очень приятно держать в руках. И две коробочки. Давайте здесь у нас сердечко и сердечко. Это все. Две коробочки с одинаковыми ресурсами для удобства. На один край стола, на другой край стола. И все дотянутся. Потрясающе. Ну что ж, начнем мы с вами с поля. Ребята, это просто сказка. Так. Мне хочется... Ну, я думаю, достаточно... Потом мы приблизим ближе. Хотел сказать, хочется покрупнее вам показать. Это наш город. Здесь у нас дракончик нарисован. Парк. Вот это места под лавки. Мы с вами обязательно это все более подробно рассмотрим и обговорим. Здесь тоже места у нас под дракончиков, кудесников. Фонтан под монетки. Вот у нас трек подсчета победных очков или очков репутации. И также обратите внимание, здесь интересные места выделены под карты. Карты чар будут здесь находиться. И здесь везде лавки, лавки, лавки. Да. Лавки. Ну, а теперь мы с вами традиционно уже на моем канале рассматриваем компоненты в купе с правилами. То есть мы с вами заодно и посмотрим, как в эту игру играть. Что ж, у нас каждый игрок получает дракончика выбранного цвета. Или берете фигурку, или берете фишку. Ну, давайте мы с вами фигурки, конечно же, поближе посмотрим. Это у нас фиолетовый дракончик. Они все разные, да, то есть каждый имеет, я бы сказал, да, в этой игре каждый имеет свой характер, свою индивидуальность. Желтый дракончик. Красный. Надеюсь, видно хорошо. Синий. По детализации прекрасно, да. Например, вот вы можете обратить внимание, что зеленый дракончик, у него не совсем чешуя, а листочки. Да, и потому что он олицетворяет собой определенные свойства. Они, ну, мы когда карты посмотрим, да, вы увидите, что дракончики тоже имеют некое направление. Пока выражусь так. Прекрасно. Итак, каждый игрок берет у нас дракончика. И здесь есть вот фишечки репутации, сделанные в виде сердечка двухсторонние, да, 50 и без циферки 50. Если вы сделали круг, да, то мы переворачиваем. И таким образом видно, что мы набрали уже, ну, вот здесь, например, 52 очка. То есть вот эти фишечки мы располагаем вот здесь. Ими отмечаем победные очки. Давайте откроем большие карты. Здесь есть карты памяток. Все карты сделаны с тиснением под лен, приятный на ощупь. И здесь, собственно, описана сама игра, порядок хода. То есть карты подсказок сделаны по цветам наших дракончиков. В свой ход вы посещаете новую лавку и или покупаете, да, то есть совершаете в ней определенное действие, или зачаровываете ее. Дальше ход передается следующему игроку. Все просто. Посещение лавки – это выставление рабочих, как раз реализуется таким образом. Механика выбрал лавку, поставил свою фигурку, выполнил действие. А чары, да, то есть вы можете улучшать лавки и размещать драконов в лавках, и таким образом придавать лавкам некую индивидуальность. Это некая механика создания движка. Ну, и здесь у нас есть описание, собственно, драконов. Да, вот дракон-кузнец, дракон-пекарь, дракон-садовник. Это и есть. Поэтому он у нас и имеет такие листочки, потому что он садовник у нас. И тут у нас красненький дракон-кулинар. По цветам. Вот они, наши шесть дракончиков. Карты памяток пока откладываем. Это общая структура. А, здесь одиночная игра. И достижения для одиночной игры. Памятка для одиночной игры и памятка для игры в компании. Начальные есть лавки. Их шесть штук. Мы их выкладываем в любые места в городе. Вот здесь, например, выложили лавочку. Нет. Вот так. Вот таким образом. Это, обратите внимание, выход лавочки. Да, у нас. То есть, как бы некое придворье. И вот здесь находится у нас крошка-дракошка. Арт просто потрясающий. Что у людей, да, то есть, они нарисованы все вот в таком определенном интересном стиле. Что у дракончиков. Обратите внимание вот на этот гриб. Я думаю, это некая пасхалочка. Здесь у нас дракончик. Как его, кстати, назвали? Дракон-кузнец. Дальше. То есть, шесть лавочек по шесть наших стартовых дракончиков. Хрупкий ящер. Лавочка называется. И драконий рогалик. Вот. Распределяем шесть стартовых лавок, куда вам хочется. Я сейчас их распределять не буду, потому что я потом чуть-чуть сдвину поле. И здесь есть еще у нас целая куча карт. Это лавки, которые мы уже сможем открывать в процессе игры. Шесть стартовых. И дальше пошли лавочки. Вот их большое количество. Дракон-батон. Был рогалик, теперь это батон. На углях. Кофейная высота. О мой горох. Все лавки отличаются друг от друга. Ну, они имеют, во-первых, некие схожие направления. Да, то есть вот раз или вот два кузнеца у нас. Но отличаются уже в деталях. Да, то есть вот он мой горох и мудрец чабрец. Давайте, не зачитывая, я просто их пролистаю. Мне хочется самому посмотреть ля петит дракониен. Здорово. Посмотреть иллюстрации хочется. От поросли к зарослям. Спас бросок. Отсылочка уже к другой игре. Логово Лени. Здесь они спят. Милый партняшка. Вот этот символ означает любой. Да, то есть любой из предыдущих. А, и вот этот символ, да, обратите внимание, это монетка. Это золотая монетка. И последняя лавка. Дракошка Майя. Тоже, понимаете, отсылка, да, к чему? К пчелке Майя. Собственно, здесь у нас пасека и нарисована. Итак, то есть каждая лавка. Давайте откроем ресурсы. Совпадает с одним из типов ресурсов в игре. Вот они у нас написаны в памятке. Дракон-кузнец приносит у нас такой ресурс. Здесь у нас есть мясо. Фишки деревянные. Хлебушек. Листочек. И зелье. Помимо шести видов ресурсов, есть монетка, которая заменяет собой, по сути, любой ресурс. Но и растрачивать ее не стоит, потому что в конце игры она приносит победное очко. И есть лавки, которые приносят любой ресурс. Есть у нас карты драконов. И есть карты зачарования. Карты чар представляют собой, вот это отложим пока, две колоды фиолетовую и золотую. Выбираете любую и используете в игре. Перемешиваете и располагаете вот здесь карты. Теперь давайте я верну дракошек в сторону. Уберу я хочу к другому концу игрового поля. Вот к этому переместиться. Ну а здесь давайте поместим пару карт. Они же здесь помещаются, почему нет? Вот разных разместим. Здесь у нас дракошки мастера драконы. Булочка, гикори, тростинка, пауэр, ярко светик, гайка, шарлотка. Да, и обратите внимание, какая прелесть драконы как бы из одной серии. То есть это у нас все пекари, но каждый имеет свое название. Шарлотка, хлебушек, коричка, фондю, печенька и медовик. Вот это стартовые драконы. У них вот такая рубашка. Давайте их отложим. Колбаска. Давайте тоже просмотрим их все. И последние кузнецы пошли. Бултик, ржавчик, уголек, копоть, кремень и лавини. В зависимости от количества игроков определенное количество драконов убираются. Например, при игре в четвером, в пятером они все используются. Поэтому давайте их перемешаем вот так вот. И открываем пятерых драконов в парке. Они у нас гуляют в парке. Вот так вот. Вот здесь. Дальше. А вот это у нас драконы-кудесники. Давайте их тоже откроем и посмотрим. Вот такая у них рубашечка. Перед игрой раздаете каждому игроку два дракона-кудесника и они одного оставляют, другого убирают под низ колоды. Драконы-кудесники приносят очки репутации за выполнение определенных условий. Есть два типа драконов. С солнышком они применяются во время игры. Например, если в лавке есть три дракона одного вида, получите шесть очков репутации. За каждую начальную лавку совпадают с совпадающим драконом. Пояснения можно почитать в правилах, что какой дракон из них означает. То есть это драконы, которые будут приносить дополнительные победные очки. Одни в течение игры, другие в конце игры. Давайте перемешаем их и расположим на их место. А вот это место под наши монетки. Здесь у нас расположены монеточки. Далее, как я вам говорил, в любом порядке размещаете шесть стартовых лавок. И вот эти стартовые драконы размещаете. Их вот здесь есть место под стартового дракона. По совпадающему символу булочку в драконе ругалик. Например, если у нас здесь расположен данный дракончик, хрупкий ящер, находим его. Вот он и располагаем здесь. И остальные четыре лавки также. Вот и вся подготовка к игре. Пять драконов здесь, колоды здесь, монеты здесь, шесть лавок. В каждую лавку стартовый дракон. Каждому игроку дракона выбранного цвета. Дальше две карты драконов-кудесников. Он одну из них выбирает, другую убирает под низ. Открываем здесь чары. А если игроков получается там больше четырех, да? Давайте правило. Вот этот момент я забыл, да? Вот при игре в четвером или в пятером, четвертый и пятый игрок берут по одному любому жетону товара. Я эти жетончики называл ресурсами, они жетоны товара. И также каждому игроку раздаются на руку три дракона-мастера. Вот из этой колоды. Ну и, собственно, в свой ход игрок выбирает лавку, размещает там дракона и дальше. Вот есть список. Что он сделает? Он получает все указанные товары, монеты или драконов. Все, что написано. Вот здесь в данном случае, например, он получает пока два хлебушка. Да? Вот из этой лавки. Далее он может поместить своего дракона в эту лавку и получить за это награду. Награда указана вот здесь. То есть, если я помещу дракона сюда, я получу монетку. Если я помещу дракона сюда, я получу, собственно, указанный тип карты. Вот она. Это карта у нас дракона-кудесника. Но размещать драконов нужно по совпадающему символу. То есть, здесь, сюда я могу разместить или хлебушек, да, или мясо. Вот, например, я могу его сюда разместить. Размещаю, получаю, например, золотую монетку. Следующий игрок, который сюда придет, он уже получит два хлебушка и мясо, да, если он выбрал покупку. Дальше. Вы можете применить свойства одного дракона в лавке. Например, поместите одного дракона в лавку или возьмите одного дракона. Свойства драконов указаны здесь. И дальше, четвертое. Вы можете применить эффект лавки. У стартовых лавок эффекта нет, но у лавок других уже эффект есть. Да, получите по одной монетке за дракона здесь. То есть, здесь две монетки, например. Ну, только эту лавку рассматриваем. Или потратите одну монетку, чтобы использовать свойства всех драконов здесь. Вот вы можете применить это свойство. Вот такой, как бы, первый вариант, да. Второй вариант. Вместо покупки, то есть, вместо получения ресурсов, размещения драконов и так далее, вы можете зачаровать лавку. Чтобы зачаровать лавку, вы должны потратить указанное количество ресурсов. Например, здесь вы должны потратить зелье и наковальню. Причем, вот эта карта чары, например, вот эта карта чары. Вы просто тратите указанные ресурсы и получаете указанную награду. Четыре очка репутации и одного дракона. А вот здесь вы можете несколько раз потратить указанную награду. Например, потратили один раз ноль очков репутации, два раза два очка репутации, потратили четырежды, да. То есть, четыре зелья, четыре наковальни, восемь очков репутации. Берете эту карту, размещаете ее вот здесь То есть вы улучшаете лавку Лавку улучшить можно только с соответствующей картой Эту лавку только хлебушком, эту лавку только изумрудом А вот эту лавку можно улучшить любой картой И каждую лавку можно улучшить не более трех раз После того, как вы зачаровали лавку Вы можете применить любое количество свойств драконов Например, если здесь было бы два дракона Я зачаровал и применил свойства обоих драконов Вот такая игра И ход передается следующему игроку Если вы выкладываете последнего дракона Например, вот у меня три дракона на руках Но сюда я не могу выложить Давайте поищем, где наш дракон мясной Снизу Вот он Когда вы выкладываете третьего дракона в лавку То есть вы полностью ее укомплектовали работниками нашими милыми Вы берете лавочку И размещаете в любом месте города в закрытую В конце вашего хода она откроется И таким образом идет пополнение лавок И потом игроки уже смогут ходить сюда И получать ресурсы Использовать свойства драконов Использовать свойства лавок и так далее Цель заработать как можно больше очков И получается, что очки мы получаем за что? За зачарование лавок За драконов-кудесников За размещение драконов Вот видите, здесь два очка, два очка И за свойства лавок Забыл сказать, при подготовке к игре Мы используем не всю вот эту колоду, конечно А делим колоду по типам И берем по одной карте Каждого типа И четыре карты Вот этих Каждого типа имеется в виду с товаром А все остальные Мы берем из них четыре карты И таким образом у нас будет Определенное количество лавок Да, то есть колода сформирована Из лавок Ну, думаю Я объяснил доступно И, наверное, это Все Да Несложная подготовка к игре Несложные Дайте чара выложу Правила Выставление рабочих Вообще И построение движка Это, наверное, две моих самых любимых механики В таком типе игр Обожаю игры на выставление рабочих Потрясающий внешний вид Компоненты Я просто в восторге Я на самом деле Ну, открыл правила в интернете Перед распаковкой Познакомиться с ними Почитать Ну, и там везде жетоны Жетоны, картонное поле Поэтому Я очень-очень сильно приятно удивлен Когда увидел Собственно В каком качестве здесь И какого формата здесь компоненты Ну, и вот эти карты Которые я отложил Это компаньоны Можно играть с ними Каждый игрок берет одного компаньона И может применить его свойства Один раз За игру На лживчары Можете Свойства драконов Ну, вместо лавки Использовать свойства драконов В парке Вот такие компаньоны Что ж Мастера пламени Это Настоящий праздник Для визуала И любителя красоты По механикам Повторюсь, не сложно И отлично подойдет для игр В семейном кругу И особенно для игр с детьми Я прям Жду не дождусь Когда усажу свою семью За эту игру И мы с вами обязательно Еще об этой игре Поговорим Поиграем И я выскажу свое мнение Надеюсь, что данное видео Было интересным А также надеюсь, что оно было полезным Если это так Я очень рад А на сегодня Всем спасибо за просмотр Играйте в игры И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok